Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях руководитель театрального центра «Жаворонки», главный режиссер Народного молодежного театра «Крылья» Ольга Кобецкая. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Добрый день! 30 ноября масштабное мероприятие пройдет в городе Одинцово в волейбольном центре. Откроется четвертый фестиваль кинодебютов. Чем в этом сезоне будете удивлять зрителей? Да, действительно, магия кино прижился в нашем округе, в Одинцовском, и не только, и собирает каждый год достаточно много интересных людей. И я хочу сказать, что он растет не только в количественном масштабе, но главное, что он растет в качественном. Если первые годы у нас были интересны только художественные фильмы, то в этом году все отмечают члены жюри, что очень интересное стало документальное кино. А документальное кино – это достаточно сложный жанр. То есть нужно обладать многими качествами для того, чтобы эти фильмы снять. В этом году, как обычно, у нас традиционно наш председатель жюри Егор Кончаловский. Мы очень рады, что он нас не бросает, что он все время с нами. И я хочу обратить внимание абсолютно всех, что Егор Андреевич – не номинальный председатель жюри. Он отсматривает все абсолютно фильмы. А сегодня, скажем так, в полуфинал попало 60 работ. И все эти 60 работ были отсмотрены им и каждым членам жюри. Но все-таки что он отмечает? Что нового в этом, помимо документального кино? Во-первых, в этом сезоне очень много действительно качественных работ. Очень много вдумчивых работ. И в прошлом году были указаны ошибки многих людей, которые снимали. Есть и новые лица, но есть и те люди, которые принимают участие в четвертый раз. И качество их работы растет. Егор отметил, что очень хорошие стали съемки. То есть операторы трудятся на славу, выставляется свет. То есть уже все-таки делается какая-то цвет коррекция. То есть явно, что люди прилагают усилия. Они просто сняли на телефон. То есть подходит создание тех или иных фильмов достаточно профессионально. Да, очень у многих фильмов сейчас, раньше было сложно даже понять, что это за жанр. То ли это репортаж, то ли это документальное кино, то ли это какой-то там, не знаю, домашняя работа, которая была сделана типа презентации. Вот сейчас все практически фильмы стали сюжетными. То есть понятно, что пишется сценарий. То есть это не просто идет какая-то съемка, а пишется сценарий. В этом году во многих документальных фильмах появились, скажем так, художественные элементы. Некой такой реконструкции даже, что тоже отрадно. Появились интересные очень мультики. Причем вот анимационное кино, оно чем нас всех радует, всех членов жюри. В общем, его делают дети в основном. Понятно, что под руководством взрослых, но это делают дети. И вот это детское творчество, оно стало более осознанным. То есть не просто это набор каких-то там ходящих человечков, там медвежат и так далее. То есть здесь тоже как бы сюжет, причем нам отрадно, что дети создают эту сказку, историю свою собственную. Ну, например, там возникла история, как прапрадедушка воевал на фронте. Такая интересная там, где такой прием, что для того, чтобы Гитлера убить, который ездит на танке, но в представлении детей. Там просто вот детский кулак, ребенок в какой-то момент разбивает флепешку этого Гитлера и этот танк. Еще одна студия из Новосибирска, очень вот это тоже трепетно, прям такая социальная тема. «Три медведя». Вроде бы сюжет-то взят отчасти из сказки, да, но там совершенно другое развитие идет, потому что это семья. Семья, которая попала в сложную жизненную ситуацию, медведи, и вот они друг друга спасали. То есть вот маленький из-за большого, большой из-за маленького, то есть такой вот, мы прямо увидели маму, папу и ребенка, то есть совсем даже не медведя. И это все нарисовано детскими руками. Ольга Николаевна, если говорить о географии участников, вы уже сказали, вот есть участники из Новосибирска, откуда приехали работы? Работы приехали действительно отовсюду. Это Новосибирск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Киров, Широко представлено Подмосковье, это там ближайшие города, тоже Владимир, есть работа из Татарстана, есть вот уже второй год несколько работ из Луганска. Причем я хочу сказать, что представители вот этих далеких городов планируют приехать, держатся в интриге еще, то есть они не знают все до последнего, кто в чем победил, в какой номинации, кому какое место. А мы просто говорим о том, что они прошли отборочный тур, но люди с трепетом собираются приехать, потратить свои деньги на билеты, не дешевые, и привезти с собой группу поддержки даже. Ну и в этом году... Можно говорить о том, что престиж фестиваля кинодебютов магии кино, он растет. И действительно, эта премия достаточно и пользуется спросом, и популярна среди тех, кто пытается или снимает кино. Да, конечно. Я хочу сказать, что наш фестиваль тем и отличается, может быть, от многих фестивалей. Он поддержан нашим главой. И он не просто поддержан словами, ведь для кинематографиста начинающего важна очень возможность снять свое хорошее кино. Для этого нужен хоть какой-то бюджет. И, конечно, вот эта премия главы, главная премия главы в 100 тысяч рублей, это вообще просто шикарно. То есть когда человек получает этот грант, и может на эти деньги создать новый фильм, нанять каких-то актеров, нанять человека, который может сделать профессиональный монтаж, потому что не каждый может это сделать, выступает в качестве режиссера. Какие-то костюмы подобрать, выехать на какую-то съемку. Все это очень-очень важно. Это, может быть, для профессионального кино это смешные деньги, да, очень даже. Но для начинающих, ребят, это очень хорошее подспорье. И в этом году у нас генеральный спонсор – это компания «Метро», «Кэш энд Кэрри», и они тоже подготовили очень хорошие призы, дельные практически для всех участников. То есть бесспорно будут кубки, бесспорно будут первые, вторые, третьи места. Значит, гран-при получит у нас этот главный приз Андрея Робертовича Иванова, самый важный. Но и многие получат по номинациям призы, как это было всегда, и это поддерживает начинающих людей. Бывает, фильм сам по себе еще не готов ни к какому месту, ни к какому призу, но прекрасно играет актриса, да, или шикарно сделана музыка, или чудесная работа оператора, или наоборот, прекрасная работа монтажера. И вот эти вот нюансы, они все отмечены. Мне очень нравится наше жюри, которое подробно написало о каждом фильме, вот что понравилось, что не понравилось. Вот это говорит о таком серьезном подходе. Кто, кстати, в жюри? Ну, помимо Егора Почеловского, кто возглавляет жюри? Да, с нами вместе опять Виктор Сологуб, музыкальный кинорежиссер. Нам очень приятно, потому что он придает оценкам всем нашему фестивалю такое эстетическое звучание. Он очень такой милый, добрый человек, и он смотрит с точки зрения красоты и порядочности, будем так говорить. Он максимально отмечает глубокие темы, такую, знаете, непосредственность какую-то даже в игре актерской, потому что, еще раз говорю, в основном это работа молодых людей. И в этом году к нам присоединился Ник Ковежинадзе. В прошлом году он был у нас только гостем почетным, в этом году он стал членом жюри. Это грузинский кинематографист. Мы его позвали специально, скажем так, ради в основном жанра научно-популярного и документального фильма. Он профессионал в этом жанре. И я хочу сказать, что он-то как раз и сказал, что в этом году просто документальный фильм просто необыкновенный, очень глубокий. Даже иногда некоторые работы, прямо даже забывая, что это документальное кино, кажется, что это хороший художественный фильм. Хотя это совершенно съемка, соответствующая документальному жанру. А чем сегодня снимают? Вот если говорить в плане документалистики, о чем снимают режиссеры? Что их волнует? Вы знаете, очень много так интересного. Мы когда стали отмечать, потому что у нас один из наших спонсоров еще и фонд «Счастье жизни», который помогает детям, людям в сложной ситуации под руководством Ирины Анатольевны Гайворонской. И она, как всегда, хочет отметить работы, которые связаны с социальной тематикой. Мы в этом году замешкались. Ей пришлось просмотреть огромное количество работ. В прошлом году это было всего три работы, которые отражали социальную тематику. По сути, все документальные фильмы, вот социальные, понимаете? Они рассказывают о взаимоотношениях детей и взрослых. Они рассказывают о взаимоотношениях, о одиночестве подростка, да, вот в этом большом мире. Они рассказывают, есть у нас там несколько фильмов, которые рассказывают о проблемах коллекторских служб, о том, как меняют свой облик люди, которые утром работают актерами в театре, вечером подрабатывают коллекторами, выбивая деньги, да, попадая в какие-то сложные ситуации. Очень много возникло тем, таких, знаете, незащищенностей человека и одиночества. Ну и, конечно, тема патриотизма. Причем у нас в этом году были, может быть, не сильные работы, да, может быть, они не совсем сильны, но работы, которые попытались показать реконструкцию войны 12-го года, например. То есть не только вот Великая Отечественная война. Ну и в этом году традиционно шествует наш Салют Победы. То есть мы два года назад ввели номинацию только для участников Одинцовского округа фильмы на тему Великой Отечественной войны в рамках Салюта Победы. Дети маленькие рисуют, говорят и создают работы на военную тематику. Мне кажется, что это очень отрадно. Что ожидает гостей, зрителей, которые придут непосредственно на кинопремию? 30 ноября во сколько все стартует? 30 ноября сбор гостей в 14 часов в прекрасном нашем чудесном волейбольном центре. В 15 часов начинается сама церемония. До этого момента регистрация участников. У нас в этом году очень хорошие наши интересные партнеры, которые смогут угостить просто необыкновенным кофе порядка 20 видов сваренным. Причем в антураже кофе-паровоза. Такой вот у нас будет, ожидает всех в фойе. Естественно, будет нас с кем пофотографироваться. Это будут представители нашего предыдущего фестиваля косплея победителей из сериалов и фильмов. И послушать хорошую музыку. Пообщаться с членами жюри, потому что будет, естественно, пресс-подход. И в 15 часов мы начинаем церемонию награждения, которая закончится у нас с премией как раз Гран-при. Выдачей вот этого сертификата главного от главы нашего Одинцовского округа. И просмотром фильма, который победил. Во время презентации самого этого проекта и во время церемонии награждения, конечно же, кроме наград, нас ждет еще шоу. Шоу от Народного молодежного театра «Крылья». Как же без этого? Конечно, это маленькие кусочки из известных фильмов. То есть это песни, танцы, которые соответствуют той тематике, на которую пройдут у нас награды. Ну и какие-то добрые, хорошие слова членов жюри от нашей администрации. Я надеюсь, она будет представлена в своем лучшем цвете. От Комитета по культуре. Это все люди, без которых просто этот фестиваль не мог бы быть проведен. А мне бы все-таки хотелось еще, чтобы вы, Ольга Николаевна, сказали несколько слов о команде, которая четвертый год подряд готовит такой масштабный фестиваль. И, в общем-то, я знаю, что не спит ночами, нет у ребят выходных, они работают 24 на 7. Да, ну это прежде всего наша тоже народная теперь, получили это звание, народная киностудия «Жаворонок». Там немного людей работает, но они все многостаночники. Директор нашего фестиваля Михаил Ильин, Юрий Антохин, который у нас главный координатор всего этого фестиваля, и человек, который делает ролики, работает с подбором вот этого видеоматериала всего, для того, чтобы можно было его просмотреть. Ну и, конечно, по сути, вся команда театрального центра «Жаворонки». Потому что, конечно, кроме вот этой красивой работы и выхода на сцену, нужно подготовить много технической различной работы. От нашего дизайнера Даши, которая делает красивые кубки, грамоты, дипломы, пресс-вулы, оформления, все. Значит, до людей, которые должны зарегистрировать участников, которые должны вовремя их проводить в гримерке и так далее и тому подобное. Я очень благодарна, что этот мощный коллектив с нами есть. Ребята тоже все отсматривают эти фильмы. Но я хочу сказать, что мы с каждым годом получаем все больше и больше удовольствия. В этом году наша киностудия тоже участник фестиваля. И мы в этом году, отдавая работы жюри, нарочно не показали членам жюри, откуда работы, ну то есть только название, кто и что сделал. И надо отдать должное, что работы нашей киностудии очень высоко были оценены. То есть, ну, по крайней мере, мы не знаем, что там будет в конечном итоге, но отмечены очень интересные моменты и существенный рост. И это действительно так. Ольга Николаевна, спасибо за интервью. Ждем с нетерпением церемонии награждения. И, конечно же, имя главного победителя, обладателя премии главы Одинцовского городского округа, кто же станет сильнейшим в этом фестивале, в четвертом открытом фестивале кинодебютов «Магия кино». Спасибо огромное. Мы очень благодарны каналу ОТВ, который нас всегда поддерживает, вы наши спонсоры. И мы очень надеемся, что мы не подведем в этом году. И приглашаем всех обязательно прийти. Будет интересно, круто, здорово. И вы сможете посмотреть хорошие работы. Ну и очень надеемся, что и сам глава в этом году сможет вручить собственноручно свой замечательный пресс. Потому что такого нет ни в одном округе, кроме Одинцовского. Спасибо огромное. Вы смотрели специальное интервью. Приходите 30 ноября в волейбольный центр города Одинцова. Начало торжественной церемонии в 15 часов на «Магию кино». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...